О ситуации во временно оккупированном Крыму будем говорить детальнее с заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков сейчас присоединяется к нашему эфиру Денис, рады вас видеть, здравствуйте Добрый день Добрый день Денис, ну вот смеют себе такое еще заявлять коллаборанты, эти так называемые власти Крыма о компенсациях за взрыв на Керченском мосту Как вы считаете, как к этому стоит относиться? Исключительно с улыбкой? Да, тут следует отметить, что Украина не признает причастности к взрыву на Крымском мосту а наоборот делает акцент, что это конфликты среди государства то есть нестабильность среди России, она возрастает и уже даже привела к тому, что россияне, возможно, провели взрыв на Крымском мосту Кроме того, мы знаем, что в последнее время Украина активно говорит о привлечении как ответственность именно коллаборантов, которые пребывают на территории Крыма и это уже обсуждается и в крымских пабликах, среди граждан Украины, которые проживают в Крыму поэтому, чтобы переключить внимание и снова вернуть их фокус они делают такие громкие заявления, но они все меньше до них прислушаются потому что авторитет среди крымских членовников падает и население уже как бы меньше прислушивается к ним давайте обсудим еще ситуацию в Крыму в Джанкое на севере Крыма прогремел какой-то мощный взрыв оккупационные власти призвали жителей не паниковать но после этого признали аварийным и перекрыли еще один автомобильный мост официальной информации от этих так называемых администраций не было в местных чатах люди также утверждают, что это могло быть плановое разминирование однако и этой версии подтверждение пока не находится возможно вы знаете, что на самом деле происходит в Джанкое ну вот информация только с открытых источников телеграм-канала население, к сожалению, сейчас усилились преследованные территории временно оккупированного Крыма, поэтому население открыто боится говорить но намекая то, что проходили взрывы, которые не связаны с разминированием как пытается навязать эту мысль местная оккупационная администрация и это все-таки, эти взрывы происходят систематически и даже телеграм-канал, который приближен к украинским вооруженным силам они также говорят о том, что это все-таки полуплановая работа вооруженных сил Украины но вместе с этим все меньше комментариев сдерживается оккупационная администрация поскольку все, что она говорит, эта информация все меньше воспринимается поэтому они прибегают уже больше к пророссийским блогерам которые сейчас как бы заместили власть на территории Крыма именно по информационному освещению ну и излюбленный нарратив тех же российских блогеров, военкоров, роспропагандистов о том, что Крым это неприступная крепость но тем не менее вокруг аэродрома Бельбек оккупанты сейчас начинают рыть окопы устанавливая так называемые противотанковые тетраэдры эти зубы дракона это все происходит на фоне взрывов на военных объектов, оккупантов также там регулярно сообщают о работе ПВО что вы скажете, паника там есть или нет? да, это как бы демонстрация можно как бы обозначить как паника но это демонстрация, попытка успокоить население что вооруженные силы Российской Федерации как бы готовы но следует отметить, что аэропорт Бельбек находится глубоко в тылу и это уже больше как бы защита не от покамест невооруженных сил а от именно партизанского движения которое может активизироваться на территории Крыма с приближением вооруженных сил к административной границе поскольку именно эти мероприятия, которые сейчас проводятся это для защиты от пехоты, то есть от наступления то есть это возможно только партизанским движением кроме того, они демонстрируют тем, что они не уверены в дальнейшей ситуации вокруг Крымского моста то есть при приближении вооруженных сил его дальнейшая судьба неизвестна поэтому они используют альтернативные варианты логистические то есть можно понимать, что аэропорт Бельбек ими рассматривается как логистическая точка в случае обострения военной ситуации вокруг временно оккупированного Крыма знаете, вспоминаются слова генерала Кирилла Буданова начальника главного управления разведки Минобороны Украины он говорил, что после деоккупации полуострова судьба крымского этого моста, она будет решена он перестанет существовать, потому что он никому не будет нужен подтверждаем, что это первый объект который логистически очень важен для вооруженных сил Российской Федерации и при приближении с целью минимизации и потери украинских войск и минимизации возможности именно сопротивления Российской Федерации именно Крымский мост будет основной целью мы так понимаем и с заявлением Министерства обороны Украины и разведки Украины что это основная цель при приближении к административной границе временно оккупированного Крыма ну вот если еще говорить о том, что заявляют в главном управлении разведки Минобороны Украины они говорят, что в России сейчас готовится очередная волна мобилизации мы также говорим иногда в нашем эфире с белорусскими оппозиционерами там происходят какие-то движения на территории республики расскажите о ситуации в Крыму проходит ли там сейчас незаконная мобилизация пытаются ли призвать крымских татар на которых часто срываются оккупанты и в целом, возможно, вам известно какие цифры, скольких людей могли уже призвать ну официально, как заявляет оккупационная администрация незаконной мобилизации было привлечено 3000 жителей Крыма 2500 это жители Крыма и 500 жителей Севастополя но также они говорят о большом количестве добровольцев но цифры не называются, которые также изъявили желание проходить службу в вооруженных силах Российской Федерации их привлекают к добровольческим батальонам которые существуют на территориях оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей кроме того, объявили наборы частных охранных компаний которые вроде бы для оказания охранных услуг на новооккупированных территориях это вы говорите о неких ЧВК-ЩИТ и вот эти РУСИЧ и прочее это еще есть частная военноизореванная компания это еще отдельное направление которое так последнее время появилось на территории Крыма это информация Министерства обороны у нас пока такой информации нет но следует отметить, что частные военные компании появляются тогда когда уже местные власти понимают неконтролируемость ситуации для сохранения своего имущества контроля над ним они создают такие частные военные компании вот так на территории России лет года 4 назад появилась она была военизирована но она расширила полномочия именно российская железная дорога и как проанализировали аналитики это сделано с целью того, что они уже тогда понимали что ситуация нестабильна и уже как бы ихние миллиардеры создают свои частные компании для сохранности своих интересов на территории России то есть и можно предположить, что и в Крыму за созданием этих частных военных компаний стоят какие-то российские миллиардеры которые временно переместились у которых есть бизнес интересов на территории Крыма за вот эти восемь, уже девять почти лет а бизнес интересы это приватизация всех этих отелей на побережье и прочее, прочее южный берег Крыма кроме того вкладывались в Крымскую железную дорогу Крымский мост это также большие инвестиции которые вкладывались именно российскими предпринимателями на протяжении этих девяти лет кроме того, мы сейчас знаем и культурные ценности именно согласно плана эвакуации то в первую очередь будут вывозиться культурные ценности и контроль, кто это делает к сожалению, Украина не имеет доступа до ситуации и даже минимального мониторинга поскольку Российская Федерация прибегает не дает возможности ни Украине, ни международным организациям проводить мониторинг ситуации на территории временно оккупированного Крыма да, ну вот о культурных ценностях захватчики известно, что уничтожают Ханский дворец в Бахчисарай уникальный крымско-татарский архитектурный памятник ремонтно-реставрационные работы привели к необратимым изменениям они об этом рассказывают кроме этого известно, что вот все-таки, что вы скажете это бурная деятельность это уничтожение исторической памяти или все же отмывание неких бюджетных денег? ну, в первую очередь, это можно даже говорить про культурный геноцид то есть Россия старается оставить только память о России и российской культуре и доказать, что кроме других культур на территории Крыма не существовало поэтому и осуществляется эта деятельность кроме того, мы знаем, что ремонт реставрационные работы на территории Ханского дворца уже продолжаются на протяжении 6 лет и это большие вложения поэтому можно говорить и о том, что это отмывание денег и вид заработка потому что мы знаем, что на таких видах деятельности как раз и специализируются Российской Федерации бюджетные средства по отмыванию и обогащению Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал ЮНЕСКО обратить внимание, собственно, на действия ее постоянного члена России которая разрушает этот ханский дворец Бахчисарая по-вашему, будет ли реакция этой международной организации на вандализм оккупантов? ну, обращение к ЮНЕСКО проводится систематически в том числе и государственными органами и Министерской культуры и другими и представительство обращается и письменно и в ходе контактов и визитов на территорию ну, в ходе визитов в Европу но следует отметить, что основной целью, которая необходима это осуществление мониторинга и непосредственное присутствие чтобы документировать эти преступления ЮНЕСКО реагирует, обращается, но, к сожалению, оно не имеет действия и на данный момент мы можем только дистанционно фиксировать то, что происходит на территории временно оккупированного Крыма но мы понимаем, что потери, которые были от оккупации после освобождения и докупации Крымского пиострова могут быть значительно больше той, чем мы владеем на данный момент вы знаете, Денис, мы в нашем эфире обсуждали с военными экспертами с представителями спикера со спикерами восточной группировки войск вооруженных сил Украины вспоминали ситуацию в Макеевке наши вооруженные силы Украины нанесли точный удар по месту дислокации погибло огромное количество оккупантов в России об этом уже знают в ГУР тогда сказали, что это сигнал всем российским военным нигде вы не можете находиться в безопасности и на этой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк также предположил, что после того, как Крым перейдет под огневой и полный контроль вооруженных сил Украины оккупанты начнут бежать с полуострова расскажите, что вам известно о настроениях оккупантов и собственно сейчас уже на территории полуострова и какие настроения у наших жителей Крыма тут следует отметить, что при приближении даже к линии разраничения административной границы оккупант уже будет бежать и то есть при получении контроля над крымским полуостровом мы надеемся, что там останется минимальное количество то есть исходя даже из практики освобождения Херсона там фактически коллаборантов и российских представителей не осталось поэтому мы думаем, что так же будет и в Крыму кроме того, уже на северной части Крыма подготовлены эвакуационные автобусы которые именно касаются оккупационной администрации и которые касаются правоохранителей и их семей в свою очередь, также видно паника потому что военные предупреждают население населенных пунктов севера Крыма что возможны обстрелы и прилеты поэтому просят держаться их мест укрытий но следует отметить, что места укрытия, которые приспособлены на севере Крыма к сожалению, используются активно только оккупационной администрацией и военным то есть для гражданского населения они используют обычные погреба что не приспособлено и все заявления, которые делались про готовность необходимым укрытием они были только декларативными еще следует отметить, что военные, российские военные избегают контактов с гражданским населением как вы сказали, уже были прилеты точные и они боятся повторения такой ситуации на территории временно оккупированного Крыма да, и стоит, наверное, напомнить тоже заявление оперативного командования ЮГ и вспомнить ситуацию, которая была в Херсоне на правобережной части Херсона вооруженные силы Украины наносят точные огневые удары в комендантский час, в частности по Антоновскому мосту когда это все происходило, освобождение поэтому наносить удары по жилым долам Крыма нет никакой надобности это лишь провокации оккупантов которые сейчас обстреливают тот же Херсон по 100 раз на день и весь мир этот видит давайте еще обсудим вот какие темы так называемые эти власти Крыма сначала оштрафовали за лозунги нет войне, теперь за украинские песни и сообщения в соцсетях, которые звучат так в ИСУ приближаются они открывают уже дела за дискредитацию так называемых вооруженных сил Российской Федерации сегодня я о себе отметил также Гауляйтер, это таксенов, заявил, что те, кто уехали с полуострова это предатели, это паразиты и их надо вытравливать то есть идет планомерный террор мирного населения да, это подтверждается и вот это связано последнее заявление с тем когда была начата незаконная мобилизация в сентябре месяце массово выехали с территории Крыма жители граждане Украины большое количество крымских татар за заявлением Меджилиса выехало около 10 тысяч крымских татар в связи с незаконной мобилизацией поэтому оккупационная власть предложила даже ввести уголовную ответственность для людей, которые выехали все время на оккупированного Крыма вообще даже сейчас у них настолько уровень паники что они уже прибегают к привлечению ответственности и поиске виноватых в елочных и новогодних украшениях которые украшали города Крыма если там присутствовали патриотические цвета то есть они считают патриотическим это желтые и голубые они уже поднимали панику и заставляли убирать эти украшения кроме того, из последних, что было они признают калятки, которые распространены на территории Крыма их запретить поскольку это признак поддержки Украины это демонстрирует панику среди оккупационной администрации то есть щедро Клиантовича является опасностью для оккупантов? они вот уже такая в телеграм-каналах распространяется информация что этого также надо избегать и это как бы негативно влияет на ситуацию в Крыму за дискредитацию российской армии за 2022 год было привлечено 239 административных дел открыто и привлечено около 200 граждан Крыма если взять в сравнении с территорией Российской Федерации то этот показатель в два раза выше чем в Крыму и Севастополе чем в других регионах Российской Федерации Денис, скажите интересует судьба заключенных в СИЗО Симферополя украинцев которых похитили в Херсонской и Запорожской областях о том, что наши люди, которых считают якобы опасными для оккупационных властей находятся там сообщила Крымская правозащитная группа есть ли информация о количестве заключенных и в каких условиях их содержат? к сожалению, следует отметить что раньше на территории их содержат в Симферополе СИЗО 1 и 2 до 2022 года было СИЗО 1 сейчас открыли новое СИЗО СИЗО номер 2 и это говорит о том, что количество людей которых там содержатся значительно возрасту именно СИЗО номер 2 используются для задержанных которые были задержаны антитеррорных херсонок из Запорожской областей к сожалению, большое количество людей которые задержаны Российская Федерация не признает их задержание и не подтверждает даже родным о том, что они там находятся эту информацию возможно получить только через адвокатов других осужденных и через свидетельские показания тех, которые освободились оттуда ну, за информацией той же Крымской правозащитной группы их около 200 человек представительство периодически получает такую информацию от родных и использует ее передает их соответствующим компетентным органам для того, чтобы все-таки включать их в списки на обмен мы знаем, что в последние дни на территории Турции был аубусмен Украины который вел переговоры в том числе и обмен именно гражданских задержанных которые пребывают в том числе и на территории временно оккупированного Крыма Денис, расскажите, пожалуйста о ситуации с движением сопротивления мы помним, какую главную и большую роль они сыграли в освобождении правобережной части Херсонской области а также самого областного центра что сейчас с этим движением партизан в Крыму? Ну, следует отметить это волна желто-стричка как они сами заявили что их уже около тысячи человек ежедневно получаем информацию в открытых источниках что размещаются разные патриотические рисунки на территории Крыма это от севера Крыма южный берег Крыма Керчь, Феодосия, Симферополь следует отметить вот даже по ситуации Бельбека что их боятся поскольку они именно эти оборонительные сооружения которые строятся они боятся что все-таки партизанское движение первое включится при приближении вооруженных сил Украины и даже вот как говорили сегодня что южное командование командование Пивдень оно также подтверждает что при приближении и активных действиях вооруженных сил они стали больше получать информации именно от партизанского движения с территории временного Крыма и ожидают более активных действий при приближении к административной границе знаете на этой неделе было заявление от генерала США в отставке Бена Ходжеса он в очередной раз сказал что верит то что вооруженные силы Украины освободят полуостров уже до конца лета 2023 года скажите что будет после деоккупации Крыма для тех кто за эти 8 с половиной лет там поселился ну и если мы говорим о гражданах Украины которые поселились это граждане России мы позиция представительства это то что они должны оставить территорию Крыма поскольку они заехали туда незаконно после 2014 года и согласно и украинскому законодательству и законодательству международному они должны оставить и уже на законных основаниях в рамках действующего законодательства подавать заявку о возможности заезда на территорию Крыма уже как ну на законных основаниях кроме того это касается граждан России Но сейчас распространяется активно миф на территории Российской Федерации, что все граждане, которые имеют российский паспорт, в том числе и граждане Украины, которые проживали в Крыму и были вынуждены получить российский паспорт, их также должны оставить в территории Крыма. Это не соответствует действительности. И выезжать должны только граждане России, которые приехали туда после 2014 года. Денис, спасибо вам большое за понятные ответы и за оперативную информацию об ситуации в Крыму. Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, был с нами в эфире Freedom. До свидания.